Я хотела с тобой поговорить о новой программе, которую ты сейчас реализуешь в России. Ты тогда в мае чуть-чуть про нее сказал, но сейчас уже это все на стадии конкретной реализации. Вы тогда говорили о ней и сказали, что мы тогда о ней поговорим позже, когда она появится. В мае она готовилась уже. То есть у нас уже было интенсивное общение со Станиславом Бригиттой Гров в письмах через Zoom и Skype. Мы общались, собиралась команда международная, преподавателей. Гров пригласил тех людей, которых он знает по 20-30 лет. То есть таких проверенных. И какие-то люди талантливые, которые, наверное, знают не меньше нас, тоже хотели бы участвовать в этой программе, но они новички. И Гров знает, может быть, 5-10 лет. Поэтому начнем с самого такого устойчивого, проверенного. И ты знаешь, это, в общем-то, эта программа, это первоначальное видение Грова. Он как бы вернулся к истокам, от которых, ну, в общем-то, отошли его преемники, последователи в программе Гров Трансперсональный тренинг Грова. Я вступил вот в эту большую программу Гров Трансперсональный тренинг в 90-м году. Начал свои семинары и закончил ее в 92-м году. То есть у меня, ну, около 3-х лет заняло процесс обучения. И это были удивительные годы. Преподавателями были только Станислав и Кристина Гров. Были, конечно, помощники, были замечательные участники. Были в перерывах между семинарами, там, или до-после семинаров встречи с лидерами трансперсональной психологии. Гров кое-кого приглашал на семинары. И я ознакомился сам. И вот я из первых рук получил все знания о холотропном дыхании, трансперсональном психологии. И, конечно же, моей горячей мыслью после окончания этой программы, ну, уже в процессе, там, обучения было, начать издавать книжки Грова. Официально, легально. До этого две книжки были изданы только в самоиздате. И я начал эту вот такую свою издательскую эпопею, организовал перевод самой тогда последней книжки Грова «За пределами мозга». Она вот вышла в 85-м году, и тут же я ее получил. И, в общем, это была книжка, где впервые тогда Гров рассказал о холотропном дыхании. Ничего другого не было. И там великолепное, лучшее изложение картографии, психоистории, архитектуры психопатологии, ключевых тем на тот момент смерти и околосмертного опыта значения для жизни. Я отредактировал перевод, стал ходить по издательствам, но все ключевые издательства гуманитарные мне, в конце концов, отказали. И поэтому я просто занял безумные деньги. 9 тысяч долларов у знакомого бизнесмена. На эти деньги можно было купить однокомнатные квартиры в Москве. Это были очень большие деньги для всех. И, к счастью, книжка имела успех, продана была, все вернулось. Я рассчитался с долгами, а на выращенные деньги начал издавать следующие книги, следующие, следующие. Вот так я стал издателем. И, конечно же, в 92-м году я начал уже вести семинары по холотропному дыханию. Первоначально на территории 12-й больницы. Ну, до этого, конечно, были подпольные семинары, я вел с друзьями. Но это были уже регулярные семинары, на которые приходило там по 40-50 человек. И хотя я никогда не думал, что я буду там вести семинары лидером бокшопов, но вот так случилось, что я оказался в первой десятке россиян, россиян, которые этим делом занялись и вот до сих пор занимаясь с большим удовольствием практической работой. И, конечно, в центре этой практической работы холотропное дыхание. Когда я учился, в 90-е годы Игоров сам полностью вел программу. Это было оригинальное изложение его видения. Примерно вот до книги «За пределами мозга». И чуть попозже он написал книжку «The Adventure of Self-Discovery» в русском переводе «Путешествие в поисках себя». Первое изложение практики холотропного дыхания. Но Гроф не стоит на месте. После этого он написал много великолепных книг и обзорных, таких как «Психология будущей», подводящие итоги. И ключевых, например, по смерти «Величайшие путешествия» и «Тайна смерти». И специальные книжки по холотропному дыханию, которая так и называется. И сейчас, вот заканчивается перевод, скоро выйдет последняя тур де форс, магнум опус, мастерская работа Станислава Грофа, путь холонавт, путь психонавта. И это как бы следующий уровень, следующая глубина понимания. И сейчас уже сам Гроф на более глубоком уровне понимает даже вот свои первоначальные открытия, связанные с картографией, перинатальными матрицами, месть и роли астрологии в глубинном трансперсональном подходе. И ему хочется, чтобы знания были живыми, современными и всеохватными. То есть он человек сам энциклопедический, леонардовского типа. И, конечно же, он хочет передать эту глубину энциклопедичной, большую картину трансперсонального поля и всех своих открытий своим ученикам и всем людям, которые учатся у преподавателей программы тренинг наследия Грофа. Но случилось так, что Кэрри и Тев Спаркс, бывшие ученики Грофа, которые стали вести, он им просто подарил торговую марку холотропное дыхание и отдал бесплатно тренинг, тренсперсональный тренинг Грофа по холотропному дыханию. Они отошли и от первоначальных идей Грофа, очень сильно заузили, и от содержательных моментов. То есть они потеряли главное открытие, дух открытия Грофа. И в многочисленных стали как бы мелчить, сделали тренинг коммерческим, возникла масса ограничений. Они способствовали тому, что между этим тренингом, последователями, ведущими и трансперсональными ассоциальными практически во всех странах мира, возникли конфликты расщепления, то есть разделяя и властвуй, деньги, бизнес. И мне это стало ясным в 2012 году. Я в это время как раз разругался и с ТВМ Спарксом, и вышел из тренинга Грофа. Я вел его с Кристиной 5 лет, и у нас было два выпуска сертифицированных ведущих. Около 60 человек под нашим руководством завершили эту программу и получили сертификаты Грофа, сертифицированных практиков холотропного дыхания. И я, когда вел эту программу, старался по максимуму привозить Грофа. То есть там было из 8 обязательных семинаров, или из 7 обязательных семинаров, 4 семинара Грофа самого. То есть это... Вот я старался на всю катушку, потому что я прекрасно знал и знаю, что лучше всего учиться у первоисточников, у мастеров. Но это вызывало недовольство ТВМ Спаркса. И в России были специальные финансовые условия, потому что я прекрасно, как россиянин, понимал нашу финансовую возможность и старался делать цену разумной, не такой, как в мировых стандартах. ТВМ Спаркс был этим тоже недоволен. И я замечал, конечно, все более и более печальные вещи о том, что тренинг превращается в секту его сторонников. И у меня был конфликт на эту тему. И в конце концов я вышел из этого тренинга, из руководства. Всегда найдется кому созданным тренингом руководить. И, в общем, нашлись руководители, Володя и Александр Емельяненко. Они неплохо, как я считаю, проводили дальнейший тренинг. Но очень многое зависело не от них, а от духа тренинга, от Спарксов, которые руководили, от той дисциплины, которая была создана, и тех ограничений. Поэтому, конечно, этот тренинг не выражал сути, Гроф открытия, не выражал дух. И вот после того, как ушла Кристина Гроф, в 14-м году от воспаления легких, в 16-м году Гроф женился на своей давней ученице, очень великой, знатоке холотропного дыхания, Бригитти Гроф. Стал много вести семинаров в Европе. И поскольку у Гребиты тоже были конфликты со Спарксами, она была в теме, и она постепенно, и другие ближайшие ученики раскрыли Грофу глаза на происходящее. Он пришел в ужас, вышел полностью из Грофтрансперсал тренинг, и с этого года, с 17-го года, на всех сертификатах выпускников нету подписи Грофа. Ну, представляете, люди обучают при живом мастере, проходят тренинг по холотропному дыханию, но подписи Грофа там не стоит. И он тогда уже, в 17-м году, мы с ним лично встретились. У нас тоже с ним был конфликт, связанный с конфликтом с Стэмом Спарксом. И каждый из нас стоял на своем. Но уже вот в 16-м году я получал сигналы, что Гроф очень хочет со мной встретиться, изменил свою точку зрения полностью. И мы встретились лично в 17-м году в Прагино, в Международном трансперсональной конференции. И выяснили все. Гроф принес мне свои извинения. Я, в свою очередь, сказал, что для меня было очень большой пользой, действительно большой пользой, перестать быть графоманом, и понять, в чем моя миссия в жизни, и заниматься своими открытиями, открыть в себе кинорежиссера и так далее. То есть, это было очень, на самом деле, больно поначалу, но потом чрезвычайно важно для понимания. То есть, что не убивает нас, сделает нас сильнее. Я это воочию понял. Поэтому я также выразил Гроф благодарность и за его благородство, вот глубину отношений. Человек на его уровне очень искренне признает свои ошибки и просит прощения. И он рассказал мне о том, что он планирует восстановить былой дух тренингов на новом уровне с помощью Бригитты, пригласить ключевых своих учеников, с которыми у многолетней связи, которые проверены в разных делах. И этому помешало, вот к тому, чтобы это было в семнадцатом году, случившееся несчастье, кровоизлияние в мозг. Грофу пришлось восстанавливаться полтора года. У него была полная потеря речи и так далее. И сейчас еще он не до конца восстановился. Он разговаривает, пишет, общается, но иногда забывает слова или путает. Ему нужна помощь Бригитты. Но все равно он начал делать новый тренинг, по соображениям копирайта, Спарксы не вернули ему копирайт, который он подарил на холотропное дыхание. Там холотропик Брэфвок с большой буквы, по-английски. Но нету копирайта на холотропик Брэфвок с маленькой буквы. И Гроф зарегистрировал также на всякий случай свой копирайт Гроф Брэфвок, дыхание Грофа, чтобы можно было свободно передавать свои дары, свои учения в этом формате. Что изменилось в этом тренинге? Ну, во-первых, это тренинг не только по холотропному дыханию, а тренинг по всему наследию Грофа, по всем его ключевым открытиям, которые полнее всего выражены в ранней книге «За пределами мозга», в более поздней книге «Психология будущего», это весь Гроф в одной книге, в еще более поздней книге «Исцеление наших самых глубоких ран», это сборник статей, но по ключевым его открытиям. И, наконец, в наибольшей полноте и глубине в последней книге Грофа, которая только что вышла в мире и скоро выйдет на русском языке, «Путь психонавта», «Двухтомник». И это главная книга вот для этого тренинга наследия Грофа. То есть это, во-первых, не только о холотропном дыхании, а обо всех открытиях Грофа и о том, как мы можем применять эти открытия в психотерапии, в личностном росте, в жизни, в экстремальных ситуациях, при работе с психодуховным кризисом, при работе с зависимостями, то есть широчайший спектр трансперсонального консультирования, трансперсональной психотерапии, трансперсонального кучинга. Для этого нужно обладать всем полнотой знания, большой картины и знать так же практически, как эти знания применять. Вот на что нацелен этот тренинг. Это не локальный по одному из методов работы с необычными состояниями сознания, холотропное дыхание или дыхание Грофа, а всеохватный по всему наследию Грофа. И, конечно же, второе отличие состоит в том, что в этом тренинге представлена более глубокая перспектива, точка зрения. Гроф критиковался, например, Кеном Вилбером с разных позиций, ну, в частности, вот за его концепцию перинатальных матриц. И рядом других, и философов, и теоретиков, и мною. И он творчески отнесся к критике, к обратной связи и переосмыслал некоторые свои глубинные концепции. Он не отказался от них, но нашел более глубокую, охватывающую, критичную тетечку зрения, позицию. Это выражено и в книге «Путь холонавта», это будет выражено в тренинге. Третье отличие. В этом тренинге будет широко представлен сам Гроф. Его ключевые лекции, которые он, к счастью, смог записать до несчастья, до кровоизлияния, до 17-го, конца 17-го года. Вернее, до августа 17-го года, когда произошло кровоизлияние. И мы эти лекции переведем на русский язык, мы уже в этом процессе, и они будут очень важным учебным пособием. То есть, будет точное указание на книги, на материалы, на главы из книг по каждому модулю. То есть, тренинг модульный. Там, вот как на сайте growth.defis.legacy.defis.training.ru указано. Там 7 базовых модулей, и 8-й, 10-дневный модуль, это сертификационный, завершающий. И очень точное название и взаимопозиционирование вот этих модулей по содержанию, чтобы охватить вот все самое главное и на сущностном уровне. Мы, вот учитывая настоящую ситуацию с ковид-эпидемией, ну, не только мы, и в ряде других странах Латинской Америки учителя сертифицированные группом делают то же самое. Мы сейчас разбили каждый модуль пока, вот те, которые даем, на онлайн-часть и практическую часть. Вообще, когда все будет нормально, мы будем давать это только в формате очного. тренинга, плюс все дополнительные материалы тоже будут предоставлены необходимые для более глубокого изучения теории. И на шестидневных тренингах мы будем давать в таком живом практическом формате и живого знания, с мощными групповыми процессами, как это бывает на этих семинарах. Я очень хорошо помню, когда сам учился и сам вел. Но сейчас, пока мы вот в течение месяца будем давать часть онлайн, то есть вся-вся объемлющая теория, плюс самостоятельная работа. В формате, то есть будет обязательно лекция Грофа, четыре вебинара моих и команды, которые мне помогают. В команду входит Герман Карельский, всем хорошо известный, патриарх тоже транспарсональной психологии, мастер сертифицированный ведущий голотропного дыхания, Кристина Майкова, которая тоже со мной, моя жена со мной ведет много лет семинары по голотропному дыханию, тоже сертифицированный ведущий голотропного дыхания. Любовь и Александр Жвакин из Ижевска, это тоже сертифицированный ведущий голотропного дыхания. Они врачи, психиатры, большие мастера всевозможных методов психотерапии, транспарсональной, ну и мастера голотропного дыхания. И Марс Сары, хорошо тебе известно из Казани, гениальный, я считаю, специалист по работе с зависимостями, большой знаток всех методов работы с необычными состояниями сознания. Ну, вся команда имеет европейский сертификат по транспарсональной психотерапии, то есть сертифицированные практики европейской программы по транспарсональной психотерапии. Так что это мощная российская команда. По необходимости, если будет необходимо, я буду приглашать других своих учеников тоже сертифицированных практиков голотропного дыхания. Ну, вдруг у нас придет в голову идея подышать вместе на какой-нибудь... на день рождения Грофа, например, чтобы послать ему подарок. найти большой зал и пригласить в этот зал сто или двести даже человек. Чтобы такая была мощная групповая энергия. Конечно, для таких вот семинаров-хэппенингов нужна большая команда фасилитаторов, чтобы все были охвачены вниманием, заботой, поддержкой, чтобы все было безопасно для всех. Ну, опыт у нас есть в проведении вот таких больших семинаров, так что мы это сделаем. Так что отличие очень большое этого семинара. Но есть и очень общие вещи. То есть в основе и первоначального Грофтрансперсал тренинг, и нынешнего Грофтлегаси тренинга, тренинга наследия Грофа, лежит практика голотропного дыхания. На каждом модуле будет четыре мощных сессии голотропного дыхания. И каждый участник дважды будет в роли Ситры и дважды в роли Холонавта. Это классическая структура, это программа, план семинаров, который нам послал Гроф всем ведущим. Поэтому мы, значит, очень глубоко и тщательно будем заниматься практикой голотропного дыхания, внимательно обсуждать опыт, работать с интеграцией. Для того, чтобы у всех участников был профессиональный опыт. Кого мы приглашаем на эти семинары? Ну, прежде всего, тебя и всех других выпускников наших программ в Московском институте психоанализа. У вас большие привилегии. У вас у всех есть максимально широкое в нашей стране введение в мир трансперсональной психологии, психотерапии и консультирования. У вас есть дипломы, которые дают вам право на профессиональную деятельность в области трансперсональной психотерапии. И вы уже получили большое количество сессий голотропного дыхания и материал. И поэтому всем выпускникам годовых программ в Московском институте психоанализа, это 12 выпусков, засчитывается эта программа как два модуля из семи основных. Вот программы тренинг наследия Грофа. Это второй и четвертый модуль. Но все остальные модули нужно будет пройти лично и нужно будет еще опыт консультирования. Десять сессий, четыре у меня и четыре у других членов команды. И две, два консультирования. Одно обязательно консультирование по музыке. То есть мне кандидаты приносят участники программы свои составленные музыкальные сессии. И мы я даю обратную связь, что как сделано, как это можно улучшить. И вторая обязательно консультация по транзитной астрологии. со мной тоже. То есть я буду как раз толковать натальную карту и мы будем связывать с ключевыми событиями жизни. Две консультации со мной на свободные темы, на любые темы личные, вопросы, проблемы или связанные с супервизией. Пожалуйста, абсолютно любые темы. И четыре, шесть консультаций на любые темы, пожалуйста, у любых других членов команды. Ну, например, участники семинара, которые живут в Казани, им гораздо проще у Марса, например, проконсультироваться или там в регионе. Или, например, есть люди, для которых Герман это вершина всего или сложившиеся отношения. Пожалуйста, оставшись шесть консультаций, проходите у Германа. Мы будем рады разнообразию. Но я, как руководитель программы, должен тоже знать хорошо каждого выпускника. На сертификате будет не только подпись Бригитты Гров и Станислава Гров, но и моя подпись как ведущего эту программу в России. Поэтому я должен знать все в лицо. Что еще интересного о программе? Вот как только, как только станет возможно проводить шестидневные семинары, мы все эти семинары будем проводить не в Москве, а обязательно за городом. Для того, чтобы можно было вот такое круглосуточное перепроживание, взаимная поддержка, безопасность, чтобы снять все ограничения времени и для того, чтобы в нашей жизни не входила какая-то суета, связанная с метро, добиранием домой, потом на семинар и так далее, чтобы не перебивались. Такие семинары по опыту намного более глубокие. Намного более глубокие по переживаниям, эффекту. И мы недавно с Кристиной были в Сочи, там наметили несколько мест и вполне возможно, что одним из мест локации, а может быть даже основным, будет в Сочи. Там очень хорошо, приятно, круглогодично, хорошая погода, свежайший воздух, масса пансионатов по соседству, где можно купаться круглый год в бассейнах с морской водой. Так что много прелестей. Ну а в период сезон купания, да, то еще можно покупаться и в море. Кроме того, в Сочи живет несколько моих давних друзей, такие как Сергей Москалев, суфий, или Сон Парк, мастер, грандмастер Киао Джитсу, это школа целительных и боевых искусств. И я с удовольствием приглашал бы этих мастеров для того, чтобы давать мастер-классы на семинарах студентам. Ну и также я планирую привозить на эти семинары и других мастеров для того, чтобы вот такой был хороший спектр различных знаний и практик, для того, чтобы это было живое знание, связанное с всей мировой культурой, всей мировой историей, всем мировым поиском и всеми мировыми знаниями в области развития, творчества, совершенствования. Вот таково мое видение на настоящий момент этой программы. Володя, а программа уже начинается 14 декабря, я знаю. Да, да, у нас сейчас набор, пожалуйста, вот на сайте можно познакомиться, можно оплатить до, по-моему, до 25-го, по-моему, или, я сейчас не помню, но еще, наверное, дней 15, недели 2, еще со скидкой можно зарегистрироваться на программу. Программа также может быть интересна не только тем людям, которые хотят стать сертифицированными практиками, а вообще всем людям, которого интересует тема открытия и мир Станислава Грофа, великого первопроходца, основателя, одного из главных основателей трансперциональной психологии. Поэтому любые участники с высшим образованием, академики, все, кто угодно, кого интересует или отдельные модули, например, по психо-духовной кризисе, или, например, по музыке, по астрологии, психика и космос, по психоистории и смерти, например, модуль очень мощный, любые темы они могут посетить, мы открыты к этому, участвовать, почувствовать групповой процесс, пройти опыт холотропного дыхания в защищенном. А вот как раз вопрос задают, какая разница интервалов между модулями? Мы примерно планируем 3, максимум 4 модуля в год. Ага, то есть, а длительность, так как 7 модулей, значит, длительность программы где-то 2-3 года, да? Да, длительность программы 2-3 года, примерно. Вот ты сейчас сказал, что можно взять модули по частям, то есть, я так понимаю, что можно принять участие в каком-то одном только модуле? Конечно, да, можно любой модуль по выбору, например, чисто для опыта, для глубинной проработки личных проблем, для знакомства с миром холотропного дыхания в максимально безопасном контексте или более глубокого знакомства с темой, по которой идет модуль. Да, конечно, можно проходить не обязательно или впоследствии, если возникнет желание, например, получить сертификат, то это можно проходить модули в произвольном порядке и набрав необходимое количество, пройти завершающий сертификационный модуль и быть выпускником, иметь диплом. вопрос был по поводу когда следующий набор. Насколько я понимаю, ты говоришь, что модули можно, то есть нет понятия такого нового набора, да? Да, на любой, на каждый модуль, скажем, следующий набор на следующий модуль будет где-нибудь в феврале, а модуль, наверное, в марте, в апреле состоится. Вот тоже будет объявлено о наборе на сайте нашем базовом groflegacytraining.ru можно набрать в Яндексе тренинг наследия grof и там ссылочка первая, по-моему, приведет. У нас большая нагрузка при изучении. Можешь ли это объяснить? То есть люди ведь многие работающие и не всех только профессионалов. Нет, конечно. Нагрузка посильная. Это 4 вебинара в месяц, пока вот мы проводим в онлайн формате теоретическую часть, и трехдневный семинар практический. В трехдневном семинаре у нас будет очень плотная практика. То есть в один день будет 2 сессии эклотрубного дыхания и в 2 дня по одной сессии эклотрубного дыхания с всеми необходимыми интеграционными процессами. То есть практическая часть только практика, там никакой теории не будет. Но вся теория будет онлайн. И там каждую неделю вебинар со мною и с командой. Дальше самостоятельная работа с текстами присланными. Одна лекция или две иногда лекции grof в переводе на русский язык и дополнительный материал, который проходить не обязательно. Это и тексты, и видео, потому что очень большой архив у меня есть. И для тех, у кого есть время, я дам дополнительный. Для того, чтобы быть сертифицированным, это не обязательно. И поэтому, если нет времени, можно подходить уже с учетом своей ситуации. Володя, вот тоже вопрос. Те, видимо, от студентов твоих, кто сейчас учится по программе профессиональной психологии в Московском институте психоанализа, они спрашивают, в чем различие программы в МИПе от программы наследия grof. Ну, это две разные программы. Программа в МИПе связана со всем полем, условно говоря, трансперсональным, но духовно ориентированной психологии и психотерапии. То есть, там у нас не только grof и некоторые его открытия, некоторые, но там есть и Владимир Майков, есть мои темы, которые я преподаю, там изначальная психотерапия, инструменты эволюции, путешествия героев, то есть, эти темы я преподаю авторские. Там есть, например, Женя Пустовский ведет два семинара по Кену Вилверу и по авторскому методу с Куприяновым, который он ведет в семинарах о лосценденции, Ирина Зингерман по процессуальному подходу, значит, Дамир Калимулин йога-терапию преподает, Екатерина Юрьевна Худобина семинары по трансперсональному НЛП, трансперсональной семейной психотерапии и по генеративному коучингу. То есть, широкий спектр, практически все трансперсональное поле, главные направления, школы, имена мы представляем. И часть соответствует двум модулям тренинга наследия Грофа. И поэтому в чем преимущество людей, которые заканчивают нашу программу? Это, во-первых, широкий кругозор, знание обо всем трансперсональном поле, не только о Грофе. Дальше, диплом, благодаря которому они могут легально работать в области трансперсональной психотерапии, консультирования, а значит, по окончанию тренинга наследия Грофа они могут применять все полученные знания легально. У них есть международный диплом, но в чем проблема, если, например, человек не имеет психологического или медицинского образования в России. Он, например, гуманитарий или технарий закончил международный тренинг наследия Грофа и по российским законам он не имеет права работать в области психолотропного дыхания, консультации, консультирования психодуховного кризиса, потому что нет российского диплома. Поэтому мы рекомендуем всем, у кого нет диплома в области психотерапии, психологии или медицины, дающего право на работу в этой области окончить нашу программу. У нас есть два варианта. Есть программа очная, она более интенсивная, дважды в месяц в среднем семинары проходит. Есть программа онлайн, это для тех, кто живет не в Москве, а за пределами Московской области и дальше. И в онлайн программе у нас два интенсива практических, на которых тоже будет практика голотропного дыхания. И благодаря этому онлайн программа тоже засчитывается, как вот те же самые два модуля программы наследия Грофа. То есть мы все продумали, для того, чтобы все было на пользу. И для всех желающих, тех, кто давно закончил нашу программу или сейчас учится, или несколько лет назад, если им интересно, чтобы они получили фундаментальное образование и возможность работать в области голотропного дыхания, психо-духовного кризиса, трансперсональной астрологии и так далее. Прекрасно. И по итогам вот эта шести-ли-десятидневная программа в Сочи, в которой ты говоришь с системом типа ретрита, да? Это завершающий. Нет, нет, это все семинары мы планируем как раз онлайн проводить в шестидневном формате. Пока в связи с ковидом мы их разбили на теоретическое онлайн в течение месяца и практически трехдневник. Собраться трехдневником можно и там даже если будет ограничение например на 25 человек мы сделаем два раза там по 20 например семинаров с группой которые будут набраны или три раза если будет необходимо практически по данному модулю. То есть это проблемы решаемые. А когда снимется острота связанная с эпидемией то конечно же мы знаем из личного опыта что наиболее продуктивное обучение в таких вот интенсивах шестидневных перейдем полностью к третьим форматам а десятидневный это заключительный сертификационный семинар 10 дней где ключевые темы будут и очень много феноменальной практики будет на этом семинаре для всех много творчества много открытий много удивительных вещей я знаю что еще хотел бы сказать вот свои размышления о том ну просто даже люди которые много читали какие-то книги Грофа я встречаюсь с тем что не до конца понимают открытие Грофа смысл того что он сделал его новаторство по сути вот по своей значимости в психологии Гроф это восьмитысячник ну как вот в альпинизме восьмитысячники они все наперечет вершины которые пробились за облака и вот выходят в самое небо мы знаем там Кенчан Джунга там Эверест там еще какие-то вот восьмитысячники они наперечет и вот таких восьмитысячников в мире психологии всего три великих психологов сотня наверное а восьмитысячников три это Фрейд Юнг и Гроф они распахнули новые абсолютно новые большие миры и поэтому мы с полным правом можем говорить о мире Фрейда о мире Юнга это новый мир и о мире Грофа абсолютно новая вселенная второе Гроф по своему значимости и масштабу по сути равен великим духовным учителям в человеческой истории то есть антологическая значимость фигуры Грофа такая же как например Христа Будды Лао Цзы Махавира Гуру Нанако основателя кундалини-йоги почему да потому что вот Христос Будда это были великие учителя которые открыли в человеке бесконечность открыли в человеке потенциальность Бога и указали путь как это божественное измерение реализовать это стало буддизмом называться христианством индуизм и так далее вот путь к реализации духовной природы то есть это выражено например в индуизме известной фразой Тат Твам Аси ты есть то то есть каждый человек равен человек равен Богу Атман равняется есть Брахман и Гроф по сути выполнил тоже миссию в современном мире мире материализма мире науки мире атеистическом Гроф открыл и он сам шел к этому открытию долгим путем сопротивляясь будучи материалистом врачом психоаналитиком но столкнувшись с колоссальными переживаниями своих клиентов пациентов пражского научно-исследовательского института психиатрии он был вынужден дать новую карту души внутреннего пространства расширенную и помимо классической области связанной с биографией которая разделяет глубинная психология аналитическая психология он вел представление о перинатальных матрицах первый шаг сделал Юнг коллективные бессознательные архетипы коллективного бессознательного Гроф сделал дальнейший шаг системы конденсированного опыта перинатальной матрицы и связал воедино с эмпирическим материалом плюс дал картографию трансперсональных переживаний четкое развлечение четкая карта и в итоге вот это открытие Грофа картография показало что каждый человек имеет внутри себя бесконечную территорию каждый любой человек может иметь любые переживания в зависимости от ситуации от потребностей и поэтому различия например между тобой и Девой Марией мною например и Лао Цзы и кем-то еще там и Махавиром состоит в том что Дева Мария Лао Цзы мы все живут вернее в состоянии истинной природы бесконечности а обычные люди живут в ограниченном состоянии в ложных представлениях о себе о душе и Гроф стал первым ученым который научно доказал что мы имеем не только душу но и дух бесконечность и это конечно величайшее открытие и именно поэтому его фигура сопоставима с великими учителями прошлого основателями мировых религий но трансперсональная психология не является духовной школой или новой религией это наука и в этом тоже величайшее значение Грофа то есть он показал на основном самым убедительном дискуссе современности это наука практика технология да вот то что открытие Будды открытие Христа открытие Лао Цзы истинны то что это то что было когда-то верой религию в наше время стало знанием наукой и можно научными методами продолжать развивать эти знания дальше и эти знания соединены со всей мировой наукой не только гуманитарной наукой и в частном смысле психологией но и и мировой культуры и истории религии все оказалось необходимым для дальнейшего продвижения и поэтому трансперсональное направление имеет наибольшую связь и сродство с культурой с религией с творчеством это удивительное направление вот спасибо Станиславу Грофу за вот новое перепозиционирование этих тем так что они могут сейчас входить в нашу жизнь уже в светской формате светской духовности вне религиозного контекста который ну вынужденно ограничен да потому что религии начинались все как локальные навигационные карты и даже расширившись до размеров земли став глобальными они несут на себе отпечаток вот этой истории борется с друг с другом до сих пор нету никакого религиозного синтеза борется с наукой сколько было поклепов стороны христианства и всех других религий на Дарвина там и на все другие научные теории в этом важно это вот ну хорошо понимать ну тут были чисто практически по поводу запись онлайн онлайн обучение будет ли сохраняться в записи могут ли люди например это прослушивать чуть позже чем раньше да конечно конечно в этом привилегии онлайн обучения что можно в своем графике в своем ритме и даже записи вебинаров которые буду вести я с командой они тоже если не получится присутствовать на живом вебинаре они тоже будут доступны можно будет изучить эти вебинары по крайней мере на смысловом уровне знать о чем была речь конечно живой вебинар более продуктивен эффект присутствия эффект синергии и обратная связь то есть ты участвуешь и ты можешь задавать вопросы уточнять все что нужно тебе у меня такой вопрос более я не знаю вернемся к Грофу и к его здоровью и долголетию насколько можно ждать все таки еще одного приезда в Россию Грофа я понимаю что сейчас состоится ждем ждем надеемся я заявочку свою послал Бригитте и Стэну но не только я из всех стран мира где тренинг идет в Латинской Америке пожалуйста Перу Бразилия Аргентина вся Европа часть Азии там где идет тренинг везде заявки на приезд Грофов и он всем отвечает что после эпидемии если все будет хорошо все нормально а в следующем июле 1 июля Грофу будет 90 лет юбилей большой но он полон бодрости сил ясности и желания путешествовать конечно не будет больших лекций Грофа как когда-то были когда я привозил его Гроф там 2-3 дня с утра до вечера показывал слайд-шоу объяснял отвечал на вопросы такие фантастические интенсивы потому что ну он немолодой человек и к тому же ну все-таки тяжелая травма была и поэтому это не по силам Стэну но по крайней мере встречи с ним ответы на вопросы и какие-то беседы от 1 до 2 часов будут обязательно если Стэн начнет путешествовать и конечно же первое место куда он будет путешествовать это будет Европа он постоянно живет в Германии у Кристины у Бригитты с Бригитты Гроф там где ее дом и из Германии 2 часа и ты в Москве да очень просто не нужно пересекать как из Америки поэтому мы надеемся и что называется молимся мировым целителем о том чтобы крепчало здоровье Стэна и Бригитты Володя вот вопрос о перспективах развития движения Грофа вот этого дыхательного движения Грофа насколько я не поняла тот вопрос был поставлен как какое влияние дыхание Грофа окажет на будущее то есть вот не совсем понятно в каком плане задан вопрос ну я в целом я примерно направление понимаю в чем смысл например голотропного дыхания голотропное дыхание это точное безопасное компактное передаваемая практика работы с тем потенциалом который присущ необычным измененным состоянием сознания это по сути все дело Грофа это изучение вот этого потенциала этих возможностей необычных состояний сознания которые лично Грофа поразили покорили и вот он является уже 65 лет пионером этих исследований и наверное человеком который самый большой вклад сделал в эту область в мире и голотропное дыхание как одна из практик безопасных естественным методом вызывающих необычное состояние сознания является и целительной практикой это великолепный метод с этой точки зрения трансперсональной психотерапии через мои семинары за 30 лет прошло более 15 тысяч человек и я видел тысячи удивительных сеансов с поразительным решением проблем которые копились не решались годами десятилетиями и порой за одно или несколько считанное количество сессий голотропного дыхания удавалось все это проработать и расчистить жизнь для такой более полной творческой и счастливой жизни ну и конечно для тех людей которые заинтересованы в том чтобы идти дальше голотропное дыхание это одна из великолепных очень глубоких и мощных эволюционных практик то есть инструментов эволюции в моей терминологии практик который помогает нам развиваться с помощью холотропного дыхания мы не только исцеляемся но мы и открываемся и мы познаем новое и это естественный триедийный процесс мне вот честно говоря последние четыре года я все вижу с точки зрения эволюции развития и мне наиболее интересно холотропное дыхание и вообще вся психотерапия как практики расчищающие нам путь к развитию и творчеству как эволюционные в этом смысле практики и я объясняю также вот своей авторской точки зрения эти возможности метода холотропного дыхания и я думаю что для любого человека который занимается развитием и который хочет интенсивно развиваться холотропное дыхание может стать очень важным инструментом несколько раз в год в правильном контексте с правильными ведущими подышать в хорошей группе очень важно для того чтобы оставшееся время более эффективно использовать другие инструменты развития инструменты эволюции вообще это нужно делать каждый день конечно в идеале каждый день дарует нам массу возможностей для развития и вот в этом букете ассортименте практик холотропное дыхание занимает почетную и не только почетную но особую роль в силу своей эффективности владимир вот тогда вопрос условно название тренинга дыхание гроба а кроме холотропного дыхания какие-то другие там техники используются или вайвейшн там и так далее это не является дыханием нет нет другие техники типа вайвейшн или ребёфинга или циркуляторного дыхания малахова или рыдающего дыхания вилюнуса там или дыхание там бутейка например там не обучаются не передаются и даже венхов которого я тоже люблю я рекомендую самостоятельно изучить но непосредственно на тренинге мы этим не занимаемся достаточно холотропного дыхания и если кому-то что-то интересно можно изучить самостоятельно для того чтобы стать мастером дыхания нужно еще я говорил помимо дыхания которое мы проходим в восьми модулях нужно пройти еще 10 сессий холотропного дыхания у членов команды в роли Ситтера и 10 сессий в роли холонавта то есть пройти у меня у Германа семинары у Марса или у Саши и Любы Жвакинах спасибо Лариса громадная за организацию этого эфира спасибо дорогие друзья участники этого эфира спасибо за ваши вопросы рад буду встретиться с вами на тренинге наследия Грофа в этом году в следующем году или когда вы надумаете ну и на семинарах которые я веду на моих мастер-классах в которых на сайте homorealites в одно слово точка ру информацию вы можете найти пять моих онлайн курсов онлайн кинотеатр где все мои фильмы и так далее всего вам всего вам доброго удачи всем спасибо